Очень талантливая организатор, именно она выиграла у нас 8 лет назад на первом-первыхом заседании салона изящных искусств, главная по палитрам и очень волшебная, верховый наш маг Оля Женикина! Дорогой Бог, когда мы с тобой наконец-то встретимся, все сразу станет понятно. Мы не будем играть в шарады и прятки, задавать друг другу бессмысленные вопросы, наступая тем самым на пятки, ты будешь в черной кожаной коротке и обязательно белой майке. Я стала носить платья и каблуки, чтобы быть на пару сантиметров повыше, ближе к твоему жизнему интуиции. Но, как правило, бывает иначе. Наглая продавщица неправильно отдаст сдачу, непременно начнется ливень, буду идти вдоль трамвайных линий и обвинять тебя в неудачу. А справа, вон там, где чернеет небо, на крыше многоэтажа, Бог, зазевая антенну днипом, спуская курок, плачет. Этому тексту, наверное, один-пятнадцать. Наверное, нужно читать тексты старые для того, чтобы понимать, как их читать вообще. Однажды на чистых прудах зимой мы встретились с людьми. Мы заходили пить чай в кафе вечером вчетвером, конечно, руйкуш. Зачем ты используешь спички, а потом использованные кидаешь обратно в пачку, а не выбрасываешь? Ну, спрашивал я, соответственно. А человек не отвечает, я просто гашу их. Полу Бипедеру остался год до воздуха. Я понимаю, да, все очень сложно. Твой профиль в лобовом глазах. Слова не в такте туда, не больно. Просто непривычно. Мечты сбываются у тех, кто честно тужит спички. И невозможное меняет время. Та ночь на скорости, первого апреля. Помкаду четвером на воробьевые, обрывки фраз, чай с листьями фруктовые, твой черный плащ, чужие сигареты. Глаза мои, ее сейчас закрыты. Я не боюсь. Ну, просто так бывает, когда осознаешь, что почва тает. Тает. Сначала живут на съемных квартирах, зажимаются по углам молодые, счастливые и красивые. Потом резко все изменяется, реальность на мелкие расщепляется, зашивая память в туман. У знакомых семьи и дачи расписанный бизнес-план. Ты один, голый, пьян, на лестничной клетке панельного дома даже плакать не по зубам. Снова плачу на взрыв, разрывается все внутри. Дело в яблоках, если бы в них только связь. В тех словах на листе, что писали, казалось, они отражение мира. Не строки, а вязь. Сколько правды ни в чем, столько боли и уйма обид. Неужели никто не читал эти тексты за нас? Много вложено смысла в самый жестокий гранит. Воплощение в каждом изъяне ошибок из фраз. Я иду как могу, каждый вид в этот раз навсегда. В бесконечности мы соблетаем знакомый формат. Если любишь действительно, это такая игра. Помоги мне, пожалуйста, мир откатит назад. Каждый раз, выходя за край, стоя перед последней инстанцией на коленях, понимаю, здесь не в последний раз. Не знаю, кто как, но я обещал, сумею. Из последних сил за себя держусь. Делай поля побольше. В типографии небо ворчает, дизайнер воет по-волчьи. Против ветра идти тяжело. В ногу с ветром, увы, не умею. Найти себя самого всего для людей труднее. Солнце в зените снимаю крылья, бегу искать самое ценное время. Его нельзя подарить, нельзя наверстать, от того отыскать сложнее. Собирайся, уходи, много светлого впереди. Там поля, проливные дожди. Нарастает голос внутри. Собирайся, меня не жди. Солнце в зените уже заслонило край. Негодные мальчишки немедленно улетали. Не снегом получишь по голове, каленым мечом. Во вселенной рушатся все и все. Время в моих руках пытается убежать. Необъятное, теплое, сжется. Хватит на всех раздать. Только бы эти все научились ждать. Только бы получилось не опоздать. Наспех швурую крылья, делаю шаг вперед. Там впереди темнота, она меня и спасет. Там впереди мрак, морок, холод и лед. Пусть бездна укроет и донесет. Слышу приказ главного. А ну отдай! Небесное боевое крещение учится в прыжке летать. А я не могу, как ни крути, не могу отдать. Поэтому закрываю глаза, сжимаю крепче бумаг. Захожу за край, спрыгиваю на землю. Бесконечное множество раз ждаться и умирать. Спасибо.